Безопасной и качественной именно такой должна стать улица Васильева, где в этом году развернулись масштабные ремонтные работы. На данный момент на объекте выполнено 40% работ. Установлено порядка 3500 бордюрных камней, уложено около 18000 квадратных метров асфальта. Улица Васильева предусмотрена 167 миллионов рублей. На данный момент практически произведены почти все работы на одной стороне улицы Васильева и теперь перешли на другую сторону Васильева. Какие работы производятся? Будет расширение проезжей части, дополнительные полосы добавятся, где-то парковочные карманы добавятся. Будут приведены в порядок в соответствие пешеходные переходы. Все работы в комплексе здесь в рамках проектной документации будут выполнены. В ходе ремонтной кампании на северной части улицы Васильева, около школы номер 5, уже произошли изменения. Я являюсь депутатом по этому округу, округ номер 11, пятая школа. Очень долго педагогический коллектив и жители города просили, который проживает в этом районе, что возле школы была сделана парковка, и чтобы был прямой пешеходный переход, чтобы дети как можно меньше находились на проезжей части. Сделано парковочное место на 10 машин и будет прямой пешеходный переход. При проектировании все эти вещи были учтены и, в общем-то, получили правильное воплощение в жизни. В ходе рабочей поездки глава города вместе с депутатами побывал и в отдаленных районах Бийска. В поселке Молодежном проконтролировал реализацию программы «Жилье и городская среда». Здесь, на улице Приречной, в этом году ведется ремонт придомовой территории. Здесь мы 25 лет уже живем. И у нас такого ремонта не было до сих пор. Работают быстро. Быстро. За полдня сделают свою задачу и опять уезжают. Приедут опять быстро-быстро. Никаких пересидок никаких нет. Быстро все делают. Одни одно, другие другое. Как муравьи. Мы довольны. Очень рады, что нам это сделают. Масштабные ремонтные работы развернулись еще и на улице Въездной, протяженность которой составляет более 4 километров. Стоимость ремонта данного участка – более 70 миллионов рублей. На данный момент здесь обустроено порядка полутора тысяч квадратных метров нижнего слоя асфальта. Этот округ отдален от города. Сюда входит поселок Генцовка, Минская, далее Жаворонки. Предшествует, конечно, поселок Сорокино. Очень много лет эта дорога, которая является центральной, стоит в планах на ремонт. И вот в этом году получилось добиться реализации ремонта этой главной центральной артерии. Сложный участок дороги на подъезде к селу Фоминская. Перепад в этом году в рамках работ будет снивелирован, что будет более комфортно для передвижения транспорта. Ремонт улицы Въездной станет главным подарком к 300-летию поселка Фоминская, которое жители отмечают в этом году. Работы на всех объектах завершатся с наступлением осени. Дарья Федоркина, Илья Питков. Будни.